у меня вопрос насчет того как нужно просить помощь правильно у меня было раньше такое представление о том что если я ну выскажу или выложу свою как бы проблему просто выложу и положу да там перед тобой перед кем и как будто уже и попросила помощи и этот человек должен включиться у нее и решать вот свете последних событий я понял что так неправильно и поэтому скорее всего я не получал никакой помощи от кого в частности от тебя и других людей которым я нас который так сказать исповедовал выливал все то что у меня есть ну хорошо бери и камеру маленький говнюк говорит мам не получается или например хочу мара мне они хочу мороженое а вот это хочу мороженое или например он знаешь такое магическое мышление детское если ребенок намечтал какую-то мечту то родители как великие боги и осуществят ты смотришь не на меня а на мой аватар в айфоне смотри на и он думает что получит нифига он не получит если мама нормальная она обучает его с детства тому что если просто хочу ничего не бывает за это тебе никто не обязан покупать или если ты кричишь не получается то сам справляйся это твое возмущение куда она обращена вот я хочу сказать я сегодня с одной женщиной разговаривал и она так сидит она смотрит skype она говорит что у него отношения с мужем не складываются вернее не skype смотрит она смотрит себя я десять минут слушал а потом говорю а ко мне то в чем вопрос я не могу я вот это вот чувствую что у меня отношения складываются что моя моя жизнь супружеская под угрожей развала мужчина мой муж не видит меня как женщина евре слушай ты кому это рассказываешь ты находишься в любовном романе со своей болью но ты не разговариваешь со мной ты говоришь о том что описываешь мне свою боль но ты не просишь о помощи хорошо задам тебе вопрос что я могу для тебя сделать ты часто задаешь такие вопросы да но в принципе я вправе не задавать вылил полегчало свободен то есть вылил вот понимаешь еле еле я я понимаешь я и даю душу даю комплимент ну от души искренне верю она его не берет я говорю если ты в таком же мере в романе со своей болью ты в переживании вся и даже если твой муж тебя увидит как женщину как свою жену остатки любовных сполохов то ты-то не увидишь он тебя увидит и ты будешь продолжать смотря в боль говорить он меня любит я же как женщина чувствую полную хрень вот у меня есть друг валерка но ты его знаешь у него две девчонки прекрасные девчонки и вот и он воспитывает их один и вот когда в какой-то момент одна из его девчонок начинает манипулятивным психологическим шантажом требовать чтобы папа что-то купил он занимается своими делами не реагирует она тогда выходит гневно и хлопает дверью ну да он зовет и говорит иди сюда вернись вот сядь здесь что я говорю понимаешь вот смотри тебе важно остаться правой или получить результат да ты права ты обиделась ну я тебе говорю если ты таким же моральным шантажом таким же активной или пассивной агрессии будешь что-то просить у своего мужа ты никогда не будешь получать потому что это глючная стратегия ты хочешь отстаться правой и несчастной в большей степени чем получить нужный тебе результат ну ты нормальный вообще или ты ку-ку вот что касается в большей степени там мужчин юношей мальчиков если мне что-то нужно я формулирую это как просьбу просьбы бывают такие богу дружественной вселенной начальнику по работе другу жене то есть он должен быть сформулирован как просьба в просьбе важнее не то что смотри важнее всего интонации не то что ты не могла бы пожалуйста вот мне принести там телефон я уже обут а не могла бы почему а потому что ты просишь но с позиции хозяина как к служанке обращаешься просьба и вот здесь эйги держите свои внимательно потому что они сейчас взорвутся предполагает стать на ступеньку а то и на две ниже в зависимости от качества просьбы но стать с достоинством не как последнее чмо там опустился пожалуйста не бейте да а с достоинством я понимаю что ты чем-то обладаешь что может мне помочь я прошу тебе Жень пожалуйста сделай мне массаж я прошу тебя Бог пожалуйста дай мне понимание как мне дальше двигаться я прошу тебя уважаемый евменей пельменей пожалуйста мне нужен час твоего времени если хочешь я могу тебе что-то дать взамен если тебе ничего не надо но мне хотелось бы бескорыстного твое времени чтобы ни за что но мне это очень нужно как чувствует себя тот кто обладает этим он чувствует уважение и если ты просишь чтоб что-то дать тогда я тебе тогда я старший а ты младший держи ладошки открытыми вот так как люди на благословение батюшки складывают ладошки вот сложные ладошки это просьба интонация просьба вот если человек только объявляет о том что ему здравствуйте мне плохо пишут слышите в этот вконтакт я говорю отлично и чего что пишите мне мне кажется вы единственный человек который может вас понять я пишу я вас понимаю то есть поэтому многие люди не могут стать на ступеньку ниже прижать свою гордыну амбиции или засунуть ее обратно ну туда в анус скажем литературно и просто сказать сейчас я нуждаюсь мне нужна помощь я прошу ну буквально мне достаточно будет я слышащий человек 10 минут вашего времени и не просто сказать а иметь открытое расположение сердца готовность слышать готовность слышать и как бы как бы это не прозвучало абсурдно поступить если это просьба о совете о поддержке а ты значит просишь у тебя полное же ты как бы в этом в обиде амбиции претензии непринятия жизни ну что ты даже готов сказать ну что мне делать а ты говоришь ну что делать вот это и вот это а ты такой не а вот что то дайте вот коротенькую какой то такой рекомендацию двух словах двух словах тебе надо купить себе бутылку пива купи себе хорошую воблу выпей пиво съешь воблу ложи спать до утра протянет проканает понимаете то есть людям нужны какие то рекомендации какие то шаги к тому чтобы двигаться а вкладываться в это чтобы их делать никто не готов и даже унизится до просьбы или например человек хочет какую то вредную привычку бросить ну например да там я просто ну прошу вот ну давай там вот если я еще раз вот это сделаю то я тебе честно признаюсь и с меня 10 тысяч понимаешь то есть человек ставит себя осознанно в неудобное положение вот в чем дело поэтому я хочу сказать вам дорогие мальчишки девчонки ваше нытье и ваш любовный роман с вашей болью ну как бы это ваш любовный роман влюбленным никто не помешает они же влюбленные боль влюблена в тебя она живет за твой счет ты влюблен в боль ты готов делиться о том как ты ее любишь всю жизнь вот но если вам нужно выйти за пределы своих ограничений своей хрени имейте мужество с достоинством попросить и с достоинством принять и с достоинством поблагодарить вот и все ваша неспособность быть меньше унизится это ваша неуверенность в собственном достоинстве если вы станете на две ступеньки ниже человек который выше вам кажется что вы все уже полный хлам да вы знаете вот люди с достоинством они где-то на соловках там в тюрьмах они просто может быть они худенькие там у них не мышц ничего они не блатные вовсе заходит человек с достоинством не с амбицией не с эго с достоинством и это достоинство не дает другим распальцованным там мужикам его обидеть почему потому что красивый человек потому что какая-то аура от него невозможна достоинство это понимание свое место в жизни достоинство это согласие и соответствие со своим я вот самим собой достоинство это позиция веры и уверенности в себе настолько сильная что даже если все тебе скажут нет а ты чувствуешь что это да то ты говоришь а я знаю что это да ты среди этих не найдешь поддержки помощи среди других именно понимание среди других найдешь вот и все очень все просто так вот достоинство в человеке осознает свою в чем-то ограниченность и дает возможность и открывает возможность попросить у кого-то большего да тут приехали ко мне недавно в центр ну несколько там человек я говорю а зачем приехали я приехал для того чтобы я хочу рассказать в моей жизни было то-то я возглавляю такой-то комитет у меня очень а ко мне-то что приехали ну возглавляй что ты в эту деревеньку приехал вот сиди возглавляй потому что я прочитал в одной книжке хотел вам ее подарить правда она дорого стоит но я хотел вот подарить книжку я ее читаю уже давно вот а за ничем ко мне приехал я не читаю книжек уже я свою отчитал ну я хотел на самом деле понять чем а понять хотел но ты даже на меня не смотришь когда говоришь как из меня родится понимание вот смотрите у меня разные люди берут там интервью на камеру записывают ну иногда я сам это провоцирую как сегодня ну смотри если ты смотришь на меня и вытягиваешь из меня мое знание мой свет мою душу мне говорится легко но если в то время когда я говорю ты анализируешь что он говорит не то к чему он клонит на что он намекает нет это мне не подходит в этот момент мой поток сворачивается я тебе дам 3-4 правильных бизнес идеи холодные как вообще во всем инфобизнесе то есть такие с имитацией эмоциональной включенности так что ты не заметишь что это мертв а если ты от сердца спрашиваешь если сердце твое нуждается и открыто я готов тебе дать ну когда ко мне как дающему есть твое почтение ну и пусть ты скажешь о сейчас он качает свое эго чтоб у него все просили обалдеть чтоб он был великим а все унижались нет просто смотри вот вот мой сосуд вот твой сосуд мой наполненный и где-то по уровню развития реализации выше стоит твой опустошенный если ты скажешь мы равноценные сосуды ну просто поделись идеей я говорю ну хорошо поделюсь идеей знаешь идея такая жизнь хорошая штука живи и радуйся помогло ну да типа того ну ты же не об это хватит спросить а так о чем мне надо делать я говорю ну блин я уже объяснил ты понял просить не умеешь ты просишь и твое эго твоя амбиция так и прет а я могу дать только в ладошки которые вот открыты благословить тебя могу только когда твои ладошки вот где-то не немножко на уровне диафрагмы хотя бы лучше даже на уровне пупка ну на уровне диафрагмы уже получается но если вот так вот скажи мне фиг ли я тебе скажу то есть просьбу донести нужно да донести как просьба чтобы она не падала передо мной вот тут да и меньше и больше и просить не свою трагедию боль недостаточность дефицитарность а просить человека так заглянуть ему в глаза что он не посмеет отказать у меня есть одна знакомая давно не виделись правда Лена Синемская она собирала для реабилитационных центров помощь в администрации на каких-то складах гречку крупу там консервы все вот я увидел как она умеет просить она заходит в кабинет например глава администрации или замглавы какая-нибудь там гущина например сидит женщина с фамилией гущина можете представить да она такая густая и вся такая сидит и она такие ой она Степана я тут пришла к вам мы очень хорошее дело делаем помогаем алко- наркозависимые люди вот и конечно ваше содействие ваша подпись и помощь нам очень важна вот и она как-то так просит и так по-дружески чего-то вы сегодня ну как-то ее так обольщает мягко то есть она и дружескую волну дает и просящую то есть она показывает что вы начальница а я скромная просительница но в то же время и дружескую волну дает что ей никто не может отказать все как под гипнозом потом уходят и она говорит то есть уходит и сами может быть не понимаю почему они согласились потому что посыл правильный правильный посыл это результативность получил результат можете нахрен посылать все мои советы ребята получил результат значит и правильно попросил не получил неправильно попросил но секрет кому хочется давать да это когда человек просящему дают а наглому эгоическим нифига не дают так вот дорогой оператор ты умеешь попросить И тебе очень приятно дать В том числе и ответ на этот вопрос Да Спасибо Мы видим крупный план Деревня Мостик Такой мостик только в России можно встретить Вот таких уже в Америке не осталось Вот такой мостик Достаточно